В честь 102-й годовщины со дня образования военно-оркестровой службы в Самарском доме офицеров состоялся патриотический концерт. Военные оркестры Самарского и Тотского гарнизонов совместно с солистами и музыкантами Самарской филармонии, концертного духового оркестра, студентами училища и Самарского государственного института культуры поделились с самарцами своим искусством. Главная миссия – это дарить людям эмоции, дарить людям радость, делиться прежде всего этим. Конечно, самый лучший праздник – это немножко отдохнуть, потому что работы достаточно много, а не снимая с себя обязанности артиста, прежде всего, конечно, наш отдых был сегодня на сцене, получив обратную связь от публики, получив это настроение. Музыканты исполнили как новые композиции, так и всеми любимые мелодии. Зрители не только поддерживали аплодисментами, но и подпевали. Я благодарен всем организаторам, которые проделали колоссальную работу, чтобы доставить зрителям, слушателям такой прекрасный концерт. Они сделали колоссальный труд, собрав такой хороший творческий коллектив. И в первую очередь я хотел бы выразить слова благодарности организаторам, которые смогли создать вот этот праздник для наших самарцев. Лучше познакомиться с творчеством военных музыкантов жители города смогли благодаря работе российского военно-исторического общества, в том числе в рамках международного проекта «Парад памяти». Во все времена военные оркестры находились бок о бок с солдатами, делили с ними все тяготы и помогали поддерживать боевой дух. Сегодня их задача остается прежней. Военные оркестры сейчас – это не только парады, как я уже говорила и со сцены, да. Это в первую очередь боевой дух нашей армии. Это боевой дух наших военнослужащих, наших солдат, но и всех нас. Потому что мы понимаем, для того, чтобы победить, должен мобилизоваться каждый из нас на своем рабочем месте. Сегодня военнооркестровые службы активно участвуют в патриотических концертах, выступая как для военнослужащих, так и для гражданских. Самарские зрители всегда тепло и радостно принимают духовой оркестр. Конечно же, мы теперь будем делать все для того, чтобы духовой оркестр звучал в Самаре и области чаще. Мы сейчас разрабатываем проект с Российским военно-историческим обществом, который будет направлен не только на исполнение музыкальных произведений, но и также немножко на образовательную сторону, где мы будем рассказывать о том, как создавались некоторые музыкальные произведения, в каких условиях, кто писал. Прошлым летом в областной столице отгремел второй сезон летних вечеров духовой музыки, где военный оркестр выступал возле памятника черным гусарам. Этот проект стал очень популярен у самарцев, поэтому в этом году музыканты откроют третий сезон. Александра Гусева, Константин Головин. События.